По поводу проживания населения в прифронтовых районах, с 2014 года в силу работы обижаю все эти районы. Сейчас округ у меня Дебальцево, там 86% жилого фонда разрушено за 2014-2015 годы, да, 86%. Экономическая блокада транспортная со стороны Украины, непризнанность международным сообществом нашего государства. Все это причины для вот такой ситуации на сегодня. Но мы уже восьмой год и воюем и строим. Ведь вы не забывайте, что мы с нуля построили государство со всеми органами исполнительной власти, управления. Мы ввели здесь пенсионные выплаты пенсионерам, мы ввели пособия. Выплачиваются льготы и сейчас на стадии оформления участников боевых действий иным льготным категориям. То есть государство развивается. Два года назад в 2019 году проходил интеграционный экономический форум, где было заключено порядка 300 договоров, в том числе и с Сирией, с Российской Федерацией на поставку продукции, произведенной на территории Донецкой Народной Республики. То есть вот даже несмотря на непризнанность, какие-то внешнеэкономические связи все-таки мы пытаемся наладить. И, конечно же, огромное спасибо Российской Федерации, она основной потребитель, основной рынок сбыта нашей продукции. Что касается 100 тысяч населения, которые на прифронтовой территории проживают, у нас уже более двух лет работает общественная комиссия по подсчету ущерба, причиненного вооруженной агрессии Украины. Так вот, обсчитав только часть 2014 года, этот ущерб, причиненный войной стороной Украины, для республики составил 1 триллион 321 миллиард российских рублей. Ну, это сумасшедшая сумма. Это не все области экономики, это не все объекты недвижимости, потому что физически иногда эксперт не может для обсчета доехать туда, потому что там продолжаются военные действия и так далее. У нас есть очень много объектов, которые мы восстанавливаем в третий, в четвертый и в пятый раз. Вот мы восстановили объекты, там, жилой дом или инфраструктура, и туда опять происходит попадание. Ну, они уже, вот, мы понимаем, что Украина уже специально намерена именно целиться в этот только что восстановленный объект. Поэтому на линии разграничения, пока они перестанут пролетать снаряды и свистеть пули снайпера, это, кстати, огромная беда снайперы, жалуются жители прифронтовых, они выходят в огород, ну, какие-то бытовые свои вопросы. И вот снайперы, это постоянно, с целями запугивания населения, да, причем это не всегда выстрелы в человека, это рядом, в ведро, в дерево и так далее. То есть, вот, чтобы мы понимали, что их видят и боялись. Поэтому это все относится к недозволенным методам, к запрещенным методам ведения войны. Это вообще нонсенс, это военное преступление. Причем, если говорить о квалификации с точки зрения международного права, это геноцид в отношении русских по языковому признаку, по национальному признаку. Да, люди живут, да, они там выживают, республика, как может, помогает. Бюджет в силу транспортно-экономической блокады, военных действий, бюджет не пополняется так, как нам бы этого хотелось. И ситуация очень тяжелая. Выживаем, благодарим Российскую Федерацию за гуманитарную помощь. Неравнодушные, местные администрации помогают. Люди отказываются свои дома оставлять, потому что кто-то привык, кто-то боится, что, оставив дом, в него зайдут мародеры, и он останется вообще без ничего. А кто-то, вот не поверите, это очень огромный процент населения, они говорят, а почему я должен уходить из своего дома? Это моя земля, я здесь живу, пусть они нас боятся, и они уходят. К сожалению, ну вот по прошествии уже 7 лет, ну вы, наверное, сами обращали внимание, начнутся обстрелы, уже нет никакой реакции у людей здесь, у местного населения. Для нас свист снарядов стал обычным, привычным делом. Все зависит только от того, дальше или ближе. Если ближе, ты чуть-чуть вносишь в свое расписание изменения. И это такой фон для нашей мирной жизни, у нас здесь внутри она мирная, мы чтим память предков, у нас 9 мая парад, 2021 год у нас объявлен годом русской культуры, наши театры на очень высоком профессиональном уровне с успехом гастролируют по Российской Федерации, не только по дружественным странам. Наши спортсмены занимают призовые места, будучи спортсменами в непризнанной республике. Почему-то в последнее время в СМИ читаешь и складывается такой образ потерпевшего. Донбасс это вот такой потерпевший, вот он бедный, несчастный, его обстреливают. Да, нас обстреливают, да, нас угнетают, да, в отношении нас проходит геноцид со стороны Украины, но здесь живут крепкие духом, сильные, мощные русские люди. И мы победители, мы уже победили в 2014, когда мы не склонили голову, не стали на колени перед этим украинским фашизмом. Поэтому, если возвращаться к теме первоначально нашего с вами интервью об интеграции в Российской Федерации, присоединения, мы не просимся на правах бедных родственников, спасите нас и присоедините к Российской Федерации. В нашем лице Российская Федерация получит субъект Федерации мощно экономически, да, при условии остановки военных действий, с огромным интеллектуальным потенциалом, потому что научная деятельность, научное сообщество у нас на высочайшем уровне, это признано во всем мире, получит крепких духом здоровых людей и просто русских жителей, просто русских.